Друзья, всем привет! Как сделать мощный напиток, который обладает лечебными и питательными свойствами? На самом деле, это мой самый любимый растительный напиток из тыквенных семян. Раз в сезон, особенно весной и осенью, готовлю этот чудо-напиток для себя и своей семьи. Убивает паразитов, лечит кости, запоры, улучшает общее состояние здоровья, появляется сила, лёгкость и энергия. Вам понадобятся семечки тыквы, сырые, не жареные. Подойдут как неочищенные семена, так и очищенные. Полстакана тыквенных семян промойте под проточной водой. Те семена, которые всплыли, они плохие, их нужно удалить. После того, как вы промыли семена, залейте их питьевой водой и оставьте на 1 час. Параллельно с тыквенными семенами я замочила несколько штучек миндальных орешков. Очистила от кожуры и добавила тыквенным семечком. Слила воду, в которой замачивались семена и переложила в чашу блендера. Заливаю стаканом чистой питьевой воды. Осталось всё измельчить погружным блендером. Пропорции на полстакана тыквенных семян 1 стакан воды. Миндаль можно не добавлять, это не обязательно. Вот такой напиток получился, осталось его процедить. Процеживаю 2 раза, 1 раз через крупное сито. Жмых хорошо нужно отжать. И второй раз процеживаю через мелкое сито. Так как со жмыхом не очень приятно пить. Несмотря на то, что я 2 раза процедила напиток, клетчатка в нём всё равно присутствует. А это значит, что имея в составе достаточно клетчатки, тыквенные семечки нормализуют метаболизм. Потребление такого напитка помогает получить порцию полезных жиров, цинка и магния. Напиток способствует притуплению чувства голода и похудению. Как принимать? Делю стакан напитка на 3 раза. Пью утром, в обед и вечером. За час до еды мелкими глотками. Курс 3 недели. Каждое воскресенье делайте перерыв. Из жмыха получается прекрасная питательная маска. Проложите жмых между двумя слоями марли, в которой вырезаны дырки для глаз и носа. И полежите 15-20 минут. Затем смойте водой. Если есть домашнее хозяйство, куры, например, они с удовольствием любят клевать такой жмых. Семена тыквы я покупаю на рынке. Нашла несколько точек, где вкусные и свежие семена. Смотрите, где крупы, чечевица, зелёная гречка, бурый рис, водоросли. Вот примерно такой рацион. Торговых точек, где можно купить семена тыквы. Также часто к нам на рынок приезжают люди с сёл, продают на рынке семена тыквенных семечек. Прямо в мешках, на развес. Или, на крайний случай, в магазинах здорового питания. Но там дороже, чем на рынке. В напиток можно добавить небольшое количество изюма. Получится слабительный эффект. Вот для вкуса я добавила орешки. Вы можете выбрать для себя любой другой ингредиент. Но тыквенное молочко, оно само по себе, без никаких добавок, вкусное. Для вкуса можно добавить дольку лимона. Я не добавляю ничего. Обычно, это сегодня я сделала исключение, добавила несколько штук миндальных орехов. Вкус у молока нейтральный. У тыквенного молока он приятный и непротивный. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов, которые встречаются крайне редко. Вот продажи уже имеются готовые маски с вырезами для глаз, носа и рта. Они уже пропитаны питательным, лечебным составом. Таких масочек нужно взять две или вторую маску, вырезать из марли. И между ними аккуратно проложить жмых. Так, вот таким образом. И вырезаем отверстие. Готово! Можно кого-то попросить, чтобы он помог эту всю красоту нанести на лицо. Зрелище в такой маске ещё то. Ну, ничего. Главное, никого не напугать. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал, чтобы не пропускать новинки. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока!